28 июля Netflix выложил вторую часть третьего сезона сериала «Ведьмак». Этот сезон стал последним для актера Генри Кавилла, в четвертом его заменит Лиам Хемсворт. Вторая половина третьего сезона разделила наших героев и у каждого было свое путешествие. В этом видео мы поговорим про будущее Цири после финала третьего сезона, в какую новую группу она вступила, какой новый персонаж сыграет важную роль в четвертом сезоне, как Йеннифер воссоединится с Геральтом, что будет в четвертом сезоне и почему Генри Кавилл решил уйти с роли Ведьмака. Предупреждаю, в видео будут спойлеры. Седьмая серия третьего сезона была в основном посвящена путешествию Цири через адскую пустыню. Это стало ключевым моментом в истории персонажа. История Цири в третьем сезоне была очень близка к тому, что происходило в книге «Час презрения», когда Цири исчезла из башни во время битвы Геральда против Вильгефордса. Седьмой эпизод рассказывал о Цири, которая пыталась выжить в пустыне в одиночку, а персонажу приходилось сталкиваться с жарой, голодом и ее внутренними демонами. Грань между реальностью и воображением стала размытой, особенно на фоне единорога и видений. Цири в третьем сезоне использовала магию огня, но, как показала история Йеннифер во втором сезоне, магия огня чревата последствиями. Использование Цири магией огня в сочетании с ее видениями травмировали принцессу Цинтры. Цири столкнулась с мыслью, что ее семья и друзья делают ее слабой, и что ее действия могут причинить боль другим. Вот почему Цири отказалась от своих сил в третьем сезоне, и в финале ее схватили. Время пребывания Цири в заключении длилось недолго, так как она была освобождена с помощью группы, известной как Крысы. Цири избегала использовать свои силы, хотя она использовала свои навыки обращения с мечом, чтобы победить охотников за головами в баре. Навыки Цири впечатлили крыс, частью которых она теперь станет. История Цири после часа презрения, о которой рассказывается в третьем сезоне Ведьмака, покажет, как она ненадолго будет участвовать в миссиях крыс по всему континенту, прежде чем ее захватят. По сути, Цири в четвертом сезоне теперь отправится в одиночное путешествие, прежде чем она воссоединится с Геральдом. Она с ним играет. В книгах «Крысы пограничья» это молодежная банда из шести человек, которая занимается грабежом и убийствами на территориях государств, завоеванных империей Нильфгард. Как и их книжные коллеги, в этой банде в третьем сезоне показываются молодые персонажи, примерно того же возраста, что и Цири. Хотя крысы нацелены на богатых, они не обязательно являются группой, подобной Робин Гуду, поскольку они воруют для себя. Крысы также убивают тех, кто встает у них на пути, а это значит, что за это время Цири может очень сильно измениться. Цири не только отказалась от своих сил, но и решила не раскрывать свою настоящую личность. В начале третьего сезона Цири хотела быть правительницей, которой она должна была быть. Она могла бы объединить эльфов и людей. Однако после событий третьего сезона, а именно после видения Лютика, Геральда и Йеннифер, умирающих из-за неё, Цири больше не хочет следовать своей судьбе. Чтобы попасть в банду крыс и жить нормальной жизнью, Цири выбрала другое имя – Фалька. Интересно, что Фалька может быть родственником Цири, а может и нет. В лоре Ведьмака предполагается, что Фиона, потомком которой является Цири, была дочерью Рианон. Однако на самом деле, Фиона могла быть дочерью Фальки, что роднит Цири с Фионой. Это создаёт парадокс для пророчества Ведьмака о Цири, поскольку она может быть ребёнком Старшей Крови, который спасёт мир, или ребёнком Проклятия, наложенного Фалькой, которая уничтожит мир. Судя по тому, что происходит в Крещении Огнём, в четвёртом сезоне Ведьмака, скорее всего, Цири будет отделена от Геральда на протяжении большей части эпизодов, если не всего сезона. Многое из того, что Цири видела во время своего путешествия по пустыне, можно назвать иллюзиями или видениями. Видения Цири в пустыне могут привести к тому, что единорог, с которым она взаимодействовала, тоже был иллюзией. Однако единорог из третьего сезона, которого Цири видит в пустыне, реален. Называемый Цири маленькой лошадкой, единорог играл центральную роль в выживании Цири и наоборот. Кроме того, решение Цири использовать магию огня, чтобы спасти маленькую лошадку, заставило задуматься о её обучении с Йеннифер. У единорога по книгам есть имя. Подобную часу презрения, шанс спасти единорога заставил Цири использовать магию огня. Хотя Йеннифер просила её никогда этого не делать. Хотя не ясно, вернётся ли сериал в ближайшее время к этому существу, единорог скорее всего появится и снова поможет Цири, основываясь на книгах. Я знаю, знаю, не очень долго. Единорог уже сыграл значительную роль в путешествии Цири. Используя магию огня, ей пришлось выбирать, принять ли свои силы и вести войну против тех, кто против неё, или отказаться от них. Цири выбрала второе, и теперь вместе с крысами отправляется в путешествие подальше от Геральта и Йеннифер. После спасения единорога, Цири ненадолго ощутила последствия использования магии огня и бремя своих сил, поэтому она от них отказалась. Цири в четвёртом сезоне будет сильно отличаться от своего образа в третьем, за которым зрители следили с самого начала сериала. Единорог также играет важную роль во Владычице озера. В этой части истории Цири воссоединяется с маленькой лошадкой. Единорог был необходим Цири, чтобы избежать дикой охоты. Его силы также были важны для выживания Геральта и Йеннифер. Добавление единорогов в сериал от Netflix позволяет шоу больше исследовать межпространственное происхождение дикой охоты. Связаны ли единороги с дикой охотой во вселенной Ведьмака от Netflix, ещё неизвестно. В третьем сезоне нам представили нового персонажа, Мильву, известную также как Мария Баринг. Мильва является частью книжной серии про Ведьмака, она искусная лучница и союзница Геральта. Пока Геральт лечится, Мильва неохотно за ним наблюдает. И Лютик замечает, что между ними существует какая-то странная энергия, которую пока невозможно описать. Мильва обладает невероятными навыками обращения с луком и стрелами. Нам это даже показывают в схватке с нильфгардцами. Я его прикончу! В третьем сезоне нам пока что бегло показали этого персонажа. В книгах у него гораздо более обширный характер и предыстория. Прежде всего, в книгах Мильва всё ещё человек, которую забрали Дриады. И в конечном итоге она пересечётся с Геральтом и примет участие в поисках Цири. Как персонаж третьего сезона «Ведьмака» и книг, она безусловно крутой человек и яростный боец. Главной темой третьего сезона был нейтралитет Геральта. С самого начала сериала Геральт старался держаться подальше от крупных политических конфликтов. Белый волк следовал очень простым правилам, о которых он впервые объявил в первом сезоне. Геральт сражается с монстрами, если они представляют угрозу для других. Однако с тех пор, как Геральт нашёл своё дитя судьбы, нейтралитет «Ведьмака» несколько раз подвергался проверке. Особенно это было актуально для третьего сезона, когда приближалась очередная война между Севером и Нильфгардом. Как сказала Йеннифер в своём письме Геральту, которая завершила третий сезон, «Будь проклят нейтралитет». Хотя это могло показаться незначительным моментом для последнего эпизода, но мы видим, что «Ведьмак» начинает менять свою точку зрения, и в конце даже устраивает бойню с Нильфгардскими солдатами, чтобы помочь незнакомой семье пройти дальше. В течение многих лет Геральт носил брошь Ренфри, как напоминание о том, что он попал в ситуацию, которая закончилась трагедией. Геральт видел себя в затруднительном положении, когда ему придётся либо убить Ренфри, либо позволить погибнуть десяткам невинных людей. События, которые привели к тому, что Геральт стал мясником, только усилили восприятие Геральтом того, что он никогда не должен слишком увлекаться другими. Однако теперь, когда Геральт, Йеннифер и Цири стали одной семьёй, Белый Волк должен изменить свой подход. Отказ от броши Ренфри – это знаменательный момент для Геральта, с которого начнётся его путешествие в четвёртом сезоне. В финальной сцене Геральт, Лютик и Мильва направляются в Нильфгард, чтобы найти Цири перед войной, которая вот-вот начнётся. Восьмой эпизод третьего сезона стал последним для Генри Кавилла в роли Геральта из Ревии. В четвёртом сезоне зрители увидят нового актёра в этой роли. Ведьмака теперь будет играть Лиэм Хэмсворт. Перед премьерой третьего сезона продюсер Ведьмака сказал, что нам расскажут в сериале, как поменяется актёр. Но финал третьего сезона не предложил какого-либо объяснения во вселенной того, почему Геральт будет переделан в четвёртом сезоне. Я не примкну к тебе. Не буду союзником в битве. Одна из популярных теорий заключалась в том, что битва Геральта с Филли Геффордсом, о которой уже знали читатели книг, закончится поражением Ведьмака. С помощью древней магии и лечения Генри могли бы трансформировать в нового персонажа. Такую версию могли бы использовать в начале четвёртого сезона. Однако, хотя Геральт действительно был ранен, на его лице вообще не было шрамов. Не было и сюжетной линии мультивселенной Ведьмака, намекающей на переделку. Хотя, вероятно, это был бы не лучший выбор. Предложат ли четвёртый сезон Ведьмака какое-либо объяснение во вселенной того, почему Геральт внезапно выглядит по-другому, ещё неизвестно. Во второй части третьего сезона Тесая начала сожалеть о том, что она присоединилась к Филли Геффордсу. Это полностью её надломило. После смерти Тесаи, Йеннифер и другие волшебницы, которые когда-то учились у Тесаи, поняли, что теперь они должны защищать магию. Как выразилась Йеннифер, самый могущественный колдун континента присоединился к Нильфгарду, и они должны его остановить. История Йеннифер в третьем сезоне значительно отличается от книги, включая её концовку. Между Часом Презрения и Крещением Огнём, Йеннифер, которую удерживали после начала переворота, многие считали мёртвы и узнали о том, что случилось с Тире и Геральтом только через несколько дней после окончания битвы. Многие коллеги Йеннифер также считали, что она работала с Филли Геффордсом, чего в сериале не было. Тем не менее, если четвёртый сезон Ведьмака последует за историей Йеннифер в книгах, то пройдёт некоторое время, прежде чем она воссоединится с Геральтом. Предположительно, четвёртый сезон Ведьмака будет охватывать события Крещения Огнём. Фактически, некоторые части этой книги, такие как «Выздоровление Геральта» и «Знакомство с Милевой», уже вошли в сюжет в финале третьего сезона. В четвёртом, в котором Лиам Хэмсфорд заменит Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, вероятно, будет рассказано о путешествии Геральта в Нильбгард, и как он попытается найти Цири. В четвёртом сезоне также должны показать реакцию Континента на женитьбу Эмгира на Цирилле, которая на самом деле является фальшивой Цири. И у Цири, и у Йеннифер тоже будут одиночные путешествия, основанные на событиях книги «Час презрения». По сути, четвёртый сезон Ведьмака, скорее всего, будет состоять из трёх отдельных сюжетных линий. Геральт попытается найти Цири, не зная, что у Нильбгарда нет настоящей. Йеннифер и другие волшебницы попытаются восстановить Ритузу, и будут бороться с влиянием Вильгифорца. И Цири отправится в долгое путешествие, которое начнётся с банды крыс. Она теперь будет вдали от Геральта и Йеннифер. Недавние новости о четвёртом сезоне подтверждают, что сценарий уже готов, и сейчас идёт полная подготовка к съёмкам. Хотя мы все знали, что этот день настанет, это, безусловно, не облегчило жизнь поклонникам Ведьмака и Генри Кавилла. Его воплощение в Белого Волка привело к одному из самых совершенных совпадений актёра и роли за последнее время. Необычайный взгляд актёра на любимого персонажа, в сочетании с точным стилем боя, ворчанием, ругательствами и выходками в ванне, идеально сочетается с очаровательной любовью Кавилла к играм и романам. Он, как мы знаем, большой поклонник Ведьмака, и его последний эпизод вызывает как печаль, так и радость. Но мы пойдём последними. В этом я не сомневаюсь. Хотя Кавилл никогда не называл точной причины своего ухода, давно подозревалось, что творческие разногласия в конечном итоге заставили его отказаться от роли. Актёр, который является известным поклонником книг и видеоигр, годами намекал, что он не совсем доволен диалогами Геральта и общим направлением сериала. В 2021 году, перед выходом второго сезона, продюсер шоу рассказала, что Кавилл присылал ей несколько заметок о том, как лучше показывать диалоги Геральта в шоу. В одном из интервью, Кавилл подробно остановился на ситуации, сказав, «Для меня важно, чтобы персонаж был трёхмерным, и это сложно сделать, как я уже говорил ранее, потому что есть определённое видение и есть определённая сюжетная линия. Итак, я пытался найти место Геральта в этом. Все мои просьбы сводились к тому, чтобы просто быть верным исходному материалу». Это моё послание, Континенту! Некоторые фанаты предполагали, что Кавилл покидает сериал, чтобы сосредоточиться на будущих проектах DC. Но эта теория была отвергнута после того, как новый босс студии Джеймс Ганн подтвердил, что актёр не вернётся в роли Супермена. Кавилл объявил о своём решении покинуть Ведьмака в октябре 2022 года, заявив, что его путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, ему придётся сложить свой медальон и меч. Как он написал, вместо меня фантастический Лиам Хемсворт наденет мантию Белого Волка. Лиаму Хемсворту будет, безусловно, сложно взять на себя такую роль, но только время покажет, сможет ли актёр с этим справиться, и очень важным моментом со стороны сценаристов будет вступление четвёртого сезона. Как именно они покажут замену актёра. Субтитры создавал DimaTorzok